Губернатор Алексей Русских начал заседание штаба по комплексному развитию региона с обсуждения безопасности людей на открытых водоемах. Глава региона призвал ульяновцев беречь себя и своих детей. У нас погода зимняя, но лед довольно-таки еще тонкий. И минувшее воскресенье спасатели снова снимали солдат в Яге и ульяновских детей. К счастью, все на этот раз благополучно закончилось. В очередной раз прошу обратить внимание всех ответственных должностных лиц и ведомств на усиление мер безопасности. Гражданам нашим напоминаю, что за игнорирование правил безопасности подрассмотрены санкции. На заседании также обсудили ход отопительного сезона в Ульяновской области. Количество внештатных ситуаций в регионе не превышает статистических показателей. Напротив, наблюдается их небольшое снижение. Там, где инциденты все же происходят, бригады работают в усиленном режиме. Качественно улучшить ситуацию поможет ремонтная программа на следующий отопительный сезон. Мы в среднем за истекшую неделю зафиксировали 81 инцидент. Больше половины, 50% это инциденты, связанные с порывами на сетях водоснабжения. Процентов 20 от этого количества это проблемы с тепловыми сетями и порывами на тепловых сетях. И остальные это инциденты на внутридомовых сетях, связанные с протечками, с лопнутыми батареями. В Ульяновской области формируется новая структура правительства. На данный момент проведена большая работа по оценке существующей структуры. Подбор специалистов, в том числе руководителей отраслей. Процесс находится в завершающей стадии. Создается Министерство архитектуры и земельно-имущественных отношений. Это требование времени. В один блок объединяются структуры, занимающиеся формированием архитектурного облика. В связи с этим мы намерены провести реорганизацию Министерства строительства и архитектуры, объединив его с Министерством энергетики и жилищно-коммунального комплекса. На заседании также обсудили обращения граждан, поступившие за прошлую неделю в Центр управления региона. Больше всего обращений в сфере здравоохранения – 2600. На втором месте – соцзащита. Третью позицию занимают вопросы ЖКХ. Ремонт и содержание дорог на четвертом месте. На пятом – проблемы общественного транспорта. Глава Министерства транспорта рассказал о готовности специального транспорта к работе в зимний период. Всего на содержаниях межрегиональных, межмуниципальных и региональных дорог у нас планируется задействовать порядка 280 единиц техники, из них 132 – это единицы КДМ. Все подрядные организации таковых у нас пять приведены в оперативное, в круглосуточное дежурство. Евгений Лазарев также рассказал о графике работы общественного транспорта в период новогодних каникул с 31 декабря по 9 января. Первое направление – это междугородные пригородные сообщения. В праздничные дни 31 декабря и 6 января с Ульяновского автовокзала и районных автостанций будут организованы дополнительные рейсы. В новогоднюю ночь с 31 на 1 после нуля часов работа городских маршрутов, от каких-то 18 двух трамвайных маршрутов, одного троллейбуса маршрута, будет продлена до часу ночи. О реализации национального проекта «Жилье и городская среда» проинформировал Константин Алексич. Реализация национального проекта в целом по стране позволит ежегодно строить не менее 120 миллионов квартир, квадратных метров жилья, улучшает свои жилищные условия 5 миллионам семей. Согласно проекту «Жилье до 2030 года» на территории области необходимо улучшить жилищные условия более чем 440 тысячам семей. На заседании также рассмотрели ситуацию с коронавирусом в Ульяновской области. На 13 декабря отмечена небольшая тенденция к снижению заболеваемости. Вместе с тем глава региона поручил ускорить темпы вакцинации в Ульяновской области.